Всем привет! Продолжаем изучать эликсир. Ой, какой эликсир? Опять всё время путаю. Спринг, 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 спринг. И сегодня вот какая тема. Мы до этого все проекты делали с H2, то есть встроенной базой данных. Сегодня мы попробуем подключить аж сразу две и сделать простые запросы в эти базы данных. То есть мы будем для начала работать с MySQL и затем мы поработаем с Mongo. То есть какой план? Опишем наши модели, сделаем загрузку и выгрузим. Но будем делать это в стиле REST-сервиса. То есть у нас будет REST-контроллер. Никаких таймлифов не будем, сделаем очень такую простую вариацию. Основная цель это просто подключить базы данных и поработать с ними. Всё. Так что давайте начнем создавать новый проект. Новый проект. REST-контроллер. РУ. Кайка я как всегда пишу. D6. D6. Намабан. Java 8. И поехали дальше. Что нам нужно? Я как обычно подключаю ламбук. всякие DevTools и прочие вещи то есть которые помогают в разработке, мне особо не нужны поэтому я оставлю только ламбук Web Web это у нас там CAD поднимет Template мне не нужны мы сегодня только разделы SQL GPA и MySQL GPA и MySQL то есть мы работать будем уже с такой скажем так с адекватной базой данных но MySQL нам нужно много окей и пожалуй давайте я еще раз проверю да да, 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 да больше мне ничего не нужно то есть никаких вот этих вот дополнительных фишек любых нибудь ладно, поехали создаем и ждем так у меня не сюда сейчас я это подправлю сейчас я это подправлю сейчас у нас идея все проиндексирует подгрузит так так, так, так я вот здесь аутоимпорт практически никогда не ставлю я предпочитаю вот так вручную делать скажем так люблю больше контролировать того, что там один раз нажмется не умру не умру учитывая сколько сколько облегчающих средств нам предоставляет сама идея и сам Spring и так что нам нужно что нам нужно значит нам нужны модели давайте давайте сперва каркас нарисуем давайте сперва каркас нарисуем значит package package domain domain или модель обычно называют там будет у нас два класса один у нас будет служить в качестве модели для mysql а другой будет в качестве модели для для mongo и так так и будем их называть так, так, так давайте надо что-то придумать давайте значит language 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 пусть будет language пусть будет language и мы ставим mysql mysql и второй 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 мы создадим language 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 mongo mongo ok сделали теперь нам нужны сразу будут репозитории к ним то есть создаем package repo и сразу создадим 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 репозитории значит у нас language 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 mysql repo mysql mysql естественно интерфейс и еще один интерфейс language mongo mongo также repo и снова интерфейс так это мы сделали приготовление для для интерфейсов которые которые у нас будут наследоваться от крутых крутых репозиториев которые нам поставляет spring data spring data и нам также нужен 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 контроллер хоть там и будет один файл но делаем привыкаем всегда сразу делать правильно home контроллер я за home контроллер окей так и вроде как все теперь мы начнем делать подготовку так давайте 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 это у нас как мы говорили res контроллер для начала во вторых request mapping явно укажу что он продюсить будет что он будет продюсить у меня json у меня будет только от них get mapping потому что потому что потому что основные операции мы уже рассмотрели кому интересно полистайте плейлист public какой приводит public так это у нас значит это у нас же ну нужны объекты отдавать нужно объекты отдавать а не стринги мы же не теплой отдаем мы уже конкретный объект отдаем так значит it мы будем отдавать все списки it label it label it label language 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 давайте language mongo сделаем это get all languages get all languages by mongo давайте вот так назову длинно принимать он ничего не будет мы будем пользоваться репозиторием репозиторием и аналогичный аналогичный у нас метод будет который который только не mongo а mysql easy get mysql окей теперь 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 нам нужны будут репозитория репозитория значит пишем private как они у нас назывались они еще естественно их нужно нам будет донастроить но мы 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 вот так вот делаем так мне mongo нужен будет mongo repo назовем вот так и private language mysql и mysql окей теперь у нас здесь будет что return return так здесь мне нужен конструктор который будет будет инжектить укажу опять явно явно что он у нас будет инжектить так здесь пока нул поставлю и здесь то же самое сделаю пока нули его так он здесь у нас естественно ругается это нормально это нормально потому что вот это у нас еще не бины так делаем бинами пишем extend так это у нас mysql поэтому классический крат крат репозиторий крат 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 репозиторий значит там у нас будет что language то есть то есть то есть language mysql и тип id будет long окей можно явно указывать что это вот репозитория можно этого не делать как желаете с mongorепозиториям точно такая же история точно такая же история только у нас mongorепозиторий и здесь здесь у нас также мы передаем тип класса так где у нас в language mongo но ключ ключ здесь стринг то есть те кто работал с mongo те знают что ключ там хранится в виде стринга в виде стринга длинного зашифрованного стринга мы чуть позже увидим так репозиторий мы описали вот наш контроллер уже не жалуется можно уже прописать методы так у нас что тут mongo и find find all а здесь у нас mysql find all то есть смотрите у нас готов да наш контроллер готов а не совсем давайте разные эти на наш пути указать давайте здесь будет SQL а здесь будет no SQL no no SQL ой наоборот наоборот же наоборот наоборот значит здесь no SQL а здесь SQL и давайте SQL даже сделаем по дефолту так по дефолту сделаем вот таким вот образом можно можно ставить можно не ставить вот эти вот слушай кому как нравится Spring нас поймет в любом случае окей вот сейчас наш 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 контроллер полностью готов репозиторий готов осталось нам описать модели модели да и настроить 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 connection скажем так так что поехали это у нас mongo в принципе вот эту вот надпись которую я сейчас напишу можно не указывать Spring он поймет даже вот без без этого надписи что это у нас документ здесь будет collection то есть это имя 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 ой какой country почему я country вообще написал language language это значит имя скажем так имя базы данных которое хранится в mongo вот с таким названием но там не базы данных не таблицы называются там называются коллекции коллекции а конкретная строчка называется документом такс привей айди там как я уже говорил он в виде стринга представлен так привей теперь давайте стринга 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 давайте крейтер крейтер и давайте еще одну какую фишку возьмем стринга фишер 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 окей да давайте вот такое простое 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 так мне нужно еще ламбуком тут добавить все эти вещи стандартные 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 на всякий случай гитаре света и так конструктор только три поля и на всякий случай дефолтность конструктор без полей зайду на всякий случай отдельно окей можно кстати вот это было сделать и с помощью ламбука но я вот решил вот так вот прописать так здесь будет то же самое то же самое мы просто сделаем одну и ту же модель но в разных базах данных так это у нас поскольку классический подход SQL нам нужно нам нужно нам нужно так 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 это нужно поправить так так окей и generate стратежи у нас identity поля мы можем не прописывать и все наша модель тоже снова снова готова то есть давайте я быстренько напомню вот entity говорит о том что данный класс будет отображен в таблицу ID это у нас идентификатор чтобы различать записи то есть таблицы табличные данные мы различаем по универсальному модификатору то есть не так как мы действуем с обычными объектами которые мы сравниваем по ссылке по ссылке или по 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 equals equals окей а здесь здесь мы что мы указываем документ о мне еще кстати не нравится что вот здесь вот такое название будет давайте я пофикшу это я тоже name и и поставлю поставлю тоже language 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 так а здесь что мы делаем мы помечаем что это у нас документ то есть что это относится к манго но на самом деле документом можно не помечать то есть спринг разберется но поскольку я хочу вот не вот это вот название которое возьмется а именно вот такое короткое я помечаю документом и говорю что коллекция она у меня будет вот с таким именем будет по большому счету и самое ключевое отличие это именно в ID потому что в манго манго оно представлено там по другому так это мы сделали теперь остался последний шаг это настроить 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 то есть наш настроить data source data source давайте сперва давайте сперва 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 значит так ага root data 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 source source где этот юзерный юзерный у меня root и мне нужно еще data source data source data source так где это где эта штука у меня data source data source url и здесь мне нужно прописать url то есть какой у нас там jdbc mysql стандартный mysql localhost стандартный port 3.0.6 у меня и предварительно нужно создать базу данных я укажу которая у меня уже существует d4 d4 и здесь и здесь и здесь я еще хотел показать одну фишку одну проблему с которой вы можете в принципе столкнуться а можете не столкнуться я mysql устанавливал давно в принципе как-то установил и вот у меня пошло пошло поехало а там начали выходить разные разные коннекторы и у меня вот такая ошибка что требуется таймзона как я вот пофиксить конкретно не знаю но вот здесь предлагается вот такое решение просто добавить вот эту вот строчку и все будет все будет на ура так я зачем-то опять вопрос поставил не знаю не знаю не знаю с чем это связано вот скажем вот которую по дефолту нам поставляет spring то есть там коннектор более поздней версии вот и у меня не срабатывает в принципе можно поставить более раннюю версию и будет все окей но 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 зачем 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 если можно это дело обойти обойти и просто прописать этот этот таймзон не знаю почему раньше не требовалось а сейчас требуется так 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 и сейчас нам нужно нам нужно еще прописать монго но монго прописывать не обязательно дата монго тут у меня опять на локальной машине и дата монго порт стандартный порт то есть вот эти вот вещи можно было не прописывать спринг понял бы вас но я просто вам показываю что монго также имеет свои свои настройки где вот например это можно было бы посмотреть зашли бы вы в свою папку где у вас установлено все это дело где у вас монго установлен и там есть в бин файле бин файле вот такой вот монго дик фг и вот вот они вот они вот где по дефолту у вас монго отвечает то есть вот на этом порту на локал хосте то есть если вы желаете можете изменить этот файл окей вот мы сделали основные настройки теперь нам осталось последнее так последнее самое последнее это 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 завести здесь бин так публичный команд line runner я хочу сейчас сделать призагрузку то есть прилод для монго и для 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 mysql значит пишу значит сейчас я хочу заинжектить мои репозитории значит mysql repo и mongol и my ой окей сюда заинжектится автоматически потому что бины у нас уже есть то есть репозитория у нас существует то есть вот этот бин когда будет создан туда заинжектится и и и и и все отлично отработает теперь нам нужен репозитория аркс и сейчас мы сделаем некий прилог некий прилог значит mysql ripple сейф и сейчас создадим создадим несколько объектов так значит так 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 как у нас назвались то лангвич mongol лангвич mysql и здесь у нас что было так я уже порядок забыл имя creator future имя creator future ок давайте значит имя допустим java ghostlink 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 и императива давайте напишем императива и вот таких вот штучки 4 штучки 4 эликсир болим эликсир валим и фактор модуль так скала адер адерски 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 функцион функционал 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 и и и так что здесь мне нужно давайте еще какой-нибудь кладжур 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 хитч ричи хитч так и и и тоже а я напишу лист лис вот такая у него особенность значит mysql мы заполнили сейчас я сделаю то же самое но 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 не mysql а а а а а не знаю как классно сделать сделать здесь чтобы это пофиксить то что я здесь пытаюсь монго надо не знаю к сожалению комбинации не знаю я комбинации не знаю я к сожалению комбинации так language mongo так за импорт тут нужно ок импорт ним импорт ним все 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 давайте то есть давайте тестировать то есть у нас сейчас проверь произведет preload затем 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 будем тестировать наш наш контроллер идея хоть и хороша в нам подсказках но тут я немного ошибся нужно было нужно было вот таким образом записать а не то что они вот даты юзерные ошибся я так что запускаем по новой копипаст зло во первых я забыл забыл думал 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 что настройки у меня все не те оказалось оказалось это совсем другое ошибка здесь лонг надо поставить а я взял зачем-то и вслепую скопировал то есть здесь надо налонг исправить теперь у меня все работает теперь у меня все работает вот 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 произошла вставка теперь давайте проверим еще монго что у нас в действительности есть монго значит db get collection get collection называется у нас language language и fine 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 и как мы видим тоже произошла ставка а вот собственно как выглядит ID то что я вот говорил там весьма ID необычный вот таким вот образом он выглядит то есть здесь скажем так особая шифровка где используются некие данные от самого от самой системы где запускается где запущен сервер монго и даты еще каким образом и еще что-то то есть это какой-то дверинный составной ключ который обеспечивает некую некую уникальность окей то есть вставка произошла все отлично здесь у нас тоже все вставилось теперь теперь идем в home контроллер о не в home контроллер вот это я вот сразу сразу чтобы у меня 300 ставок не было я закомментирую и мы идем теперь тестировать 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 наш код сейчас мы увидим SQL вариант сперва SQL вот наш SQL вариант то есть как видим ID тут 1 2 3 у нас еще такой есть путь то же самое да и давайте теперь сделаем no no SQL и вуаля вот наш no SQL вот здесь такой вот ID как строчка ID как строчка все как видите все работает мы подключили две базы данных теперь вы можете и я могу делать различные различные действия то есть все же встроенная база данных она хороша скажем так для некого быстрого тестирования возможностей но 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 даже уже для более каких-то продвинутых вещей вам нужно вам нужно завести свою свою какую-то базу данных какую-то базу данных а с помощью механизма профайлов профайлов да если у вас допустим есть одна база для тестирования второго вторая для продакшн вы можете выбирать выбирать и запускать то что вам нужно конкретно в данный момент окей окей давайте вкратце повторим очень быстро очень быстро побежим то есть смотрите вот наш контроллер хотя нет давайте от модели от модели так это у нас какая это у нас много модель где мы помечаем что это документ указываем что на сервере mongo вот с таким именем будет коллекция храниться у нас коллекция это как таблица то есть там немного другая терминология документом там называется строка вот мы описали данные и здесь важно что ID у нас стринговый то есть мы просто вот таким образом генерируется это все на стороне на стороне на стороне мозга то что вам всего лишь нужно пометить что это ID аналогичные действия мы делаем мы делаем с нашей стандартной нашей стандартной SQL там у нас был no SQL вариант а это SQL вариант то есть это вариант для любых там пасгресс SQL и так далее то есть мы помечаем entity generated ID и все 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 что дальше дальше нам нужны контроллеры ой репозитории то есть репозитории у Mongo здесь мы используем специально для Mongo репозиторий которые нам также предоставляют бадовый функционал но вы можете также составлять составлять свои свои операции типа find buy and то есть таким вот образом репозитория помечать вот это не обязательно это автоматически превратится в bin у нас так mySQL мы наследуемся от круто здесь какая разница по большому счету во первых что у нас разный тип ключа и разные репозитории все все теперь идем в наш наш файл стартовый где мы осуществляли презагрузку то есть мы здесь создаем bin используя интерфейс command line runner в котором мы просто заполняем наши базы данных предварительно и у нас последнее последнее это у нас контроллер контроллер мы просто используем наши репозитории мы отдаем как json ответ то есть здесь совсем ничего особенного нет просто используем наши репозитории и отдаем ответ ну и напоследок напоследок нам нужно было сконфигурировать тут изменился порядок я разбирался с ошибками думал где-то здесь ошибка у меня нет то есть вот это mongodb это у нас обычный дата сорс тут я еще добавил чтобы Spring все ок нам разобрался разобрался с нашими вот с этим файлами чтобы все корректно все корректно отразилось в базе данных так я в настройках был то есть имя пароль и URL URL для mongo для mongo здесь в принципе вот этим можно не указывать Spring каким-то магическим образом это сам найдет пожалуй все изучайте Spring